Историческое событие для системы образования региона в Иванове открылся Центр выявлений и поддержки детской одаренности. С талантливыми ребятами педагоги работали всегда, но прежде не существовало областного координационного центра, ориентированного на выявление, поддержку и развитие одаренности. Теперь дети со всего региона будут подавать заявки на участие в программах доп. образования. Учитываются личные достижения на региональном, российском и международном конкурсах. По заявительному принципу будут формироваться смены, так как они сейчас формируются в Артек, в Орленок, когда они профильные. То есть должно быть заявление ребенка или родителей, конечно, с приложением портфолио интеллектуального, творческого, потому что участие в образовательных сессиях с участием ведущих, преподавателей высших учебных заведений, это, скажем так, в определенной степени такой этап работы, который должен для ребенка предполагать уже определенный накопленный опыт. Будут работать очно-заочные школы и шестидневные профильные сессии. Задача такого центра – сформировать интеллектуальную и творческую элиту, условия для развития таланта. Направление развития четыре – наука, спорт, искусство, социум. Активно к воспитанию гениев подключатся и вузы региона. Вузы сотрудничают. В основном это в олимпиадном, конечно, движении. Или в профессиональном отборе будущих студентов. Но это все-таки разовые акции. Вот то, что сейчас делается в России, это попытка создать единую систему дополнительного образования на раннем уровне с выявлением особо одаренных детей. Я очень надеюсь, что здесь это и будет происходить. И вузы, на совете ректоров мы обсуждали эти вопросы неоднократно, вузы будут принимать самые активные участия. Тем более, что они предоставляют широкий спектр возможностей. Также будет сформирован банк данных, в котором будут указаны их награды и достижения детей. Задействовать в обучении ребят будут в каникулы и летом. Первая образовательная сессия состоится уже в октябре. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.